Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и их автобиографии. Карл де Мор. Голландский живописец, гравер техники Афорта, один из малых голландцев, мастер небольших картин бытового и портретного жанров позднего периода золотого века голландской живописи. В стиле тонкой манеры Лейденской школы, один из основателей Лейденской академии рисунков. Карл де Мор родился в Лейдене, Южная Голландия, в 1655 году. По свидетельству Арнольда Хаубракена, автора знаменитых жизнеописаний нидерландских художников, его отец Карл де Мор, старший, был торговцем произведениями искусства. Он хотел, чтобы сын изучал языки и позволил ему заниматься искусством только тогда, когда в юном возрасте у него появился талант к рисованию. Хаубракен встречался с Карлом-младшим, лично в мастерской Готфрида Халкина, когда он заканчивал там свое образование. Карл де Мор был сыном одноименного Лейденского художника и учеником Герарда Доу, Франца ван Мирса, старшего, Готфрида Халкина и Абрахама ван Ден Темпеля. В 1683 году Карл стал членом Лейденской гильдии Святого Луки, в которой он в следующие годы был старшиной декана. В 1194-м вместе с местным художником Уильямом ван Мирсом и Яковом Ренвлиттом Карл де Мор основал Лейденскую академию рисунка, которая просуществовала в этом городе до 1736 года. По стилю живописи является представителем художников-портретистов, характерных для Лейденской школы тонкой живописной манеры. Художники тонкой манеры, родоначальников которого считает Герарда Доу, возвращали технику старых нидерландских мастеров эпохи братьев Ван Эй. Их картины, написанные на деревянных досках или медных пластинах, отличаются исключительной передачей мельчайших деталей, яркими красками и гладкой сияющей красочной поверхностью. Карл де Мор – автор известных прижизненных парадных портретов русского царя Петра I и его супруги Екатерины I. Русский царь и царицы позировали художнику в 1717 году в Гаге. Русский художник Андрей Матвеев обучался в Голландии у Арнольда Бонина и, вероятно, в качестве учебной практики написал точную копию портрета царя работы Карла де Мора. Из-за этого впоследствии возникли долгие споры об атрибуции обеих картин. Подписи на них сделаны неразборчиво. Сын живописца Карла Исаль де Мор также был художником-портретистом. Учениками Карла де Мора были Питер Леоне, Орент Пил, Арноут Рентинг, Николас Сикс и Матеус Верхейд. Умер художник 16 февраля 1738 года в возрасте 82 лет. Вот так вкратце из Википедии о голландском живописце и гравюре в технике Афорта в Малом Голландце Карл де Мор. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.